А который раз ты уехала из России навсегда? Ну, в принципе, второй. Второй, по большому счету. У вас есть знакомый, который, когда вы приезжаете к нему в гости, берет из гостевого душа паучков и переносит в свой, чтобы они жили долго и счастливо? Сейчас не об этом. Она всегда была очень умной, ироничной, цепкой, проницательной. Такой остается. И хочется, на самом деле, говорить о самом важном. О будущем, о России и вообще, как дальше будем жить. С кем еще об этом говорить? Как не с баронессой Фельмур? Маш, слоним. Маш, почему так важны паучки? Ну, они живые, они живут. Они важны мне просто потому, что... Не могу сказать, что я их нежно люблю. Но я как-то ценю их. Я их ценю. Они красивые. Они... Ну, это жизнь. Внимание! Производится регистрация билетов по аэропорту. Горжа пассажиров, полетающих до 12 лет. Моя работа в Берлинецах. И для наших приезда работа... С чемоданом подарков и чистыми кассетами пятакам в мае 89-го года я приехала в Москву. Не просто в короткую командировку или в гости, как это бывало с 87-го года. На этот раз я приехала почти жить. Чужие люди отворят. Чужие двери с недоверием. И мы отметим, мы отмерим. И каждый вздох, и каждый взгляд. Маш, скажи мне, пожалуйста, что мне думать? Мне тяжело об этом думать, что... Я приняла решение уехать из России. И я уехала. Уехали мои дети. И... Ну, мои внуки, может быть, будут наполовину русскими. Или какой-то части русскими. Но правду уже нет. То есть вот из-за этого моего решения я прервала сама русскую линию. А мне очень жаль. А у тебя большой опыт в этом смысле. Как мне с этим жить, скажи? Нормально. Я вывезла сына, когда ему было 7 лет. И оставила там. Я возвращалась, а он уже нет. Он женился. И все у него дети, четверо детей. Трое, трое детей. Нет, трое детей. Бывает. И кто-то там, чья-то мама, ирландка, ой, папа, ирландец. Ну, эти родители, жён его, ирландцы, португальцы, американцы, британцы. Сколько жён было? Ну, две, но я перечисляю их предков, понимаешь? Вот, папа, мам. Вот. И в моих внуках это всё намешано. И мои крови тоже есть. И что? Они знают много языков. А русский знают? К сожалению, нет. Как раз русского не знают, потому что я, конечно, это просрала. Я же плохая бабушка, я вообще не бабушка. Я уехала, когда они там начали рождаться один за другим. Я уехала и жила в России. Ну, приезжала, навещала, там, дарила какие-то деньги в основном. А, сумасшедшая русская бабушка. Да. Не знала, чего им дарить, какие у них интересы, и поэтому какие-то денежки дарила. Ну, и всё. И как? А как можно? Антон в доме говорили по-английски. Потому что жёны были англоязычные, так сказать, англичанки, в общем, британки. Когда я вернулась, мы с Антоном начали говорить гораздо больше по-русски, чем когда я просто приезжала. Потому что мы так говорили. И он мне сказал какую-то вещь, которая меня дико тронула. У него русский вернулся, у него очень хорошо как-то освежился и оживился. И он говорит, ты знаешь, когда ты вернулась, я начал говорить по-русски. Такое ощущение, что я открыл в душе какой-то уголок, про который я забыл. Понимаешь? А он, когда мы уезжали, он уже писал по-русски какие-то рассказики. У него такое очень отношение с языком были серьёзные. Любимый вопрос некоторых наших зрителей, не только наших, но и такой любимый вопрос определённой, я бы сказала, категории людей. Вопрос номер один и номер последний, который всех интересует. А ты кто по национальности, Баронесса? О, это очень сложная штука, национальность вообще. Я не знаю, честно. И меня это не очень волнует. А мой родной русский язык. А я, конечно, выросла на русской литературе, но бабушка у меня англичанка была, и я выросла на английской литературе тоже. С раннего детства она с нами говорила на английском, а мы отвечали по-русски, потому что мы стеснялись того, что у нас бабушка англичанка. Вот, это была не наша бабушка, когда она кричала на весь автобус по-английски что-нибудь. Children! Нет, мы делали вид, что она не наша бабушка. Так что, когда я вначале, первый раз эмигрировала в Англию, я чувствовала себя, в общем-то, русской. Другой. Когда я вернулась из Англии первый раз в 90-е, я чувствовала себя уже, нет, нет, не русской. Не от того, что у меня было гражданство британское, а уже я была другая. Вот, даже не могу объяснить, как, но я не была частью все-таки уже этой страны, и прожив той страны, и прожив уже больше 20 лет там, с 91-го, 90-го года, по 15-й, когда я уехала, я все-таки не стала, наверное, той же вот этой самой, родившейся в Советском Союзе. Я уже была другой. Другими глазами, что ли, смотрела на все. Может, от того, что я к тому времени проработала на BBC и научилась смотреть на все, немножко отстраненно. Я уже была скорее наблюдателем, чем участником. Вот так вот, пожалуй. Знаешь, пока вот в моей жизни не появилась тюрьма, мне казалось, что я очень хорошо знаю Россию, прям отлично. А как появилась, я поняла, что не-не-не-не-не, надо Россию изучать с нуля. А у тебя было такое? Ты все-таки внучка министра иностранных дел, родилась золотой ложкой во рту. У тебя не было ощущения, что ты узнаешь страну по-другому, когда вернулась в 90-е? У меня было, конечно, такое ощущение. Ну, потому что, во-первых, в связи с работой я много ездила как раз с BBC. Мы снимали фильмы и снимали в Чечне, и снимали за Кавказью, и ездили. Этого я никогда не видел до, ну, вообще войны не видел никогда. Чечня. Я выезжала в Чечню и в Ингушетию со съемочной группой BBC. Страшнее самой войны было смотреть на людей, живущих там, под постоянными обстрелами. Они все очень надеялись тогда на журналистов. Да и мы думали, что вот крикнешь, еще раз крикнешь о том, что там происходит, и нас услышат, устыдятся, что-то сделают. Да и по России стало больше ездить. Конечно, конечно, я узнал больше. Но я должна сказать, что... Должна оправдать свое это самое гламурное детство. Его не было. Его не было, потому что наша бабушка, моя англичанка-бабушка, она пыталась нас уберечь. Как раз вот от всего этого. От гламура? Ну, тогда это так не называлось, да. От избранности, вот такое ощущение избранности. Мы же не ходили. Мы, хотя там родилась, жили в доме правительства, доме на набережной. Но она увезла нас в деревню, на самом деле. Ну, тогда это была деревня, сейчас это Подмосковье. И мы снимали, она снимала деревенский дом у конюха, дяди Миши. Вот мы у него таскали заваренные отруби, которые он заваривал для лошадей. Мы жили так. И мы даже не знали, из какой мы семьи, честно, если сказать. И когда кто-то сказал, ой, твой дедушка министр был. Я пришла к бабушке, и говорю, это правда, что Дюдя, мы называли его Дюдя, был министром. Он говорит, нет, 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 не верь, врут. Так что нас они, она оберегала. Я не пошла, нет, я ходила в сельскую школу, я не пошла в эту школу, в которую ходили все дети из Дома правительства, на Болотной набережной была школа. Вот. Так что не могу сказать, что нас воспитывали вот каким-то таким отдельным, особенным образом. Другим, конечно, потому что бабушка нас по-английски воспитывала. Овсянка там, то есть все. Вот. Но привилегии-то я не помню. Хотя в РУ, конечно, были привилегии какие-то из столовой заказа, так называемые из столовой, из так называемых заказа. Да, икру давали, и прочее. А получается так, что ты всю жизнь была другая. Ты была другая, когда родилась, номенклатурная, но при этом не номенклатурная, когда уехала, стала русской, когда вернулась иностранка. Ты всегда другая. Да, да, мне это устраивает. И до сих пор. Маш, ты живешь в английской деревне. В Дивоне? Да, графство Девон. Извините, пожалуйста, графство Девон, бородесса, простите. Ты в Девон, графство Девон, я в Берлине. А мы когда вернемся? Мы? Не знаю. Пока я вот не вижу для себя этой возможности. Мне даже не хочется временно опять временно. Вот. Даже не хочется ехать туда сейчас. Но это мое, так сказать, личное, сегодняшнее состояние. Вернемся куда? В какую Россию? Вот куда? В качестве кого? Я не знаю. А что изменилось? Почему ты раньше хотела там жить и жила, и у тебя было хозяйство, конь Пушкин, мышата, котята, собаки, а сейчас не хочешь возвращаться? Почему? А та жизнь закончилась. Та жизнь моя для меня закончилась, та жизнь вообще в России закончилась. Почему? Какой иллюзии нету, что ли? Я когда приехал туда, поехала, ну я поехала работать, мне было интересно работать там. Я не поехала жить, вот прямо вот так вот. Просто я, ну, застряла лет на 20, а так, в общем-то, я приехала работать. Там было тогда очень интересно и жить, и работать. Последний оппозиционер в Сталинске один. Немцов говорит. Я вопрос хочу сказать. Перейдите Немцова. Немцова у нас мало осталось. Ондых и команда, все. Чечня и вы. Нет, а что, больше нет. Самая простая из этих трех тех. Олигархи. Нет, подожди. Это мы и есть. Это мы и есть. Элита, элита. Я называю элитой. Купленные олигархами. Нет, это элита, журналисты, бисмы. Региональные олигархи всякие. Конфликт такой большой. Вот, значит, смотрите, самые простые из этих трех пунктов, это вы. Поэтому с вас и начали. Была надежда, не только надежда, была свобода, так нам казалось. Ну, не только казалось, она действительно была. Это же был совершенно объективный, объективный процесс. Да, мы все подружились с тем, что мы были все антикоммунисты. И все было очень просто, пока надо было воевать с коммунистами. Левка, прошу. Можно я... Волна накатила... Вы научились, я считаю, славный вид. Вы научились уважать друг друга, несмотря на разницу ваших глядов. Можно я скажу одно... И объяснять не связи с элитархами, а именно позицию. Да, тост, тост. Друзья, вы знаете, мы должны лупить за нашего президента, потому что у нас опять всех обидел. Клянусь. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Сейчас я не вижу смысла. Я никакого смысла не вижу. Просто что, сходить в какой-то ресторан, что ли? Иногда хочется, кстати говоря, я читаю какие-то выставки интересные, спектакли интересные. Думаю, там поэт какие-то мои друзья выступают. Не какие-то, а хорошие. И мне, да, думаю, была бы я там, конечно, я бы пошла. Но вот и ради этого я не поеду. Кончилась та жизнь совсем. Дверь закрылась. А что-то изменилось непоправимо? Конечно. Что? Отношения, отношения, что ли, власти, то есть она показала свой, как бы обычный вот такой оскал. Нам тогда казалось, тогда, в 90-е, что это была ошибка, конечно, что вот и власть какая-то стала человечная. Как советская власть ни во что людей не ставила, так и вот сегодняшняя власть продолжает относиться к людям ну, во-первых, как к детям, потому что неразумным, потому что они ничего не понимают, они, в общем-то, обойдутся, обойдутся высокомерно, очень и жестоко. Знаешь, многие здесь думают, что да, сейчас государство очень плохое, а вот люди по-прежнему очень хорошие. Отдельные люди, я согласна, хорошие. А я как раз в людях разочарован, что мне кажется, ну, неужели правда они были такими, когда мы жили там, они правда были такими агрессивными и так хотели убивать украинцев и так любили Путина и так хотели новых территорий. Ну, люди-то не хотят этих новых территорий, внушили, что они хотят эти новые территории. а то, что люди несчастные всегда в России были, то, что они убивали, ну, тогда они убивали не украинцев, а, например, своих жен, иногда детей. Ну, от жены тоже не отстали. Друг друга, да. Это все было, просто сейчас им дали еще возможность убивать еще кого-то. И оружие дали побольше. Просто сейчас, во-первых, это идет все в прямом эфире. Действительно, весь мир видит. И мы видим. А, кроме того, действительно, дали возможность день открытых убийств. А, как... Уже не день. Уже почти два года. А как можно это исправить? И можно ли это исправить? Ведь, хорошо, Германия очнулась, потому что она была побеждена. она капитулировала. Людей просто заставили. Просто заставили. Дали по морде и по рукам. А потом вырастили поколение и ни одно нормальных людей. Под строгим контролем. Чтобы не было. И то прорывается. Но это, в общем, невероятными усилиями. Представить Россию побежденной невозможно. Невозможно. без капитуляции, без поражения возможно, что-то до людей начало что-то доходить? Нет. Не думаю. Ну как, даже вот, когда гробы, они уже приходят. И что, доходят? Мы же видим вот эти кладбища бесконечные уже. Кресты. Доходят? Не знаю. Вот в первую Чеченскую, ты же тоже помнишь, матери приезжали и искали детей своих, сыновей. Пытались вытащить их, вызвали либо из армии, либо из плена. Но они что-то такое делали. Обидно, что наши дети оказались не нужны никому. Никому не нужны, кроме своих родителей. Подходим, второй год, мы за ними ходим. Бьемся, бьемся, входим ко всем этим российским правителям. Но почему они не помогут-то нам вытащить эту горстку детей? Горстка ведь уже осталась горстка. А если случается чудо, ты попадаешь на свет своего дитя этим же нашим офицерам, которые сейчас здесь. Ты должна им доказывать, что и твой сын жив, что он в плену. Ты должна им доказывать. Мой сын Мухаев Андрей Александрович, 131-я Майкопская бригада, в плен попал 1 января у железнодорожного вокзала города Грозного. Больше они не знаю где-то в плену. Сведения были, что видели, но пока ничего не известно. Сама я здесь 13 января. Хожу, брожу по Чечне, ищу, буду искать, пока не найду. Сейчас какое-то такое ощущение, что лапки подняли и уже нет, и уже не сопротивляются, и уже даже как-то приветствуют. Не знаю, я отчасти это все-таки объясняю вот этой страшной совершенно ядом пропаганды, которая льется с экранов все-таки вот это в едином порыве всех хочется убить, растерзать и победить. С одной стороны, с другой стороны какую-то скажу крамольную вещь. Вот эти годы, жирные годы благополучия, мне кажется, отучили людей от сопротивления жизни. Вот атрофировалась мышца какая-то, расслабились немножко, так удобно, так хорошо, так комфортно, комфортно, вот это слово хорошее, комфортно. И что вообще сейчас вот так волну гнать и портить, и раскачивать лодку, когда можно жить, можно хорошо жить, нам уже показали, как можно жить. У нас машины появились, мы стали ездить в Турцию, там, еще куда-то, квартиры даже отдельные у кого-то. Просто Германия 38-й год, да-да-да-да, начали давать путевки, отпуска, строятся дороги, дома, нет безработицы, в магазинах полно доступных продуктов, кругом рестораны. Да, да, и зачем, и тогда вот против... Гитлер поднял Германию с колен, да-да-да-да-да-да-да. А дальше уже аналогии, вот дальше вот на твой вопрос и ответ. Есть ли такие возможные аналогии с покоренной, побежденной Россией и вот с этой работой, которая была проделана в Германии под, да, под влиянием и союзников, и американцев, и прочее, и потом какие-то программы фантастические по обучению детей, которые продолжаются, да, сколько я могу понять. Это же методичная работа, многолетняя, десятилетиями, которая велась, да, и вот мы видим, да, результат, я вижу в Германии, ну, я не живу здесь, но, так сказать, издали вижу, а ты-то совсем видишь, как все-таки это работает здесь. Возможно ли это в России? Боюсь, что нет. Я тоже боюсь, что нет. Знаешь, что, самое, наверное, страшное открытие последних дней, я открыла телеграм-канал под названием «Солдатские вдовы России». Ну, и там вдовы, да, солдатские вдовы, которые, знаешь, они очень активные, и они продвигают идею, там очень много стихов, о том, что наша будущая победа будет как кружево соткана из наших гробов. Как это здорово, как это зашибись, что наши гробы вливаются в гробы твоей страны, которая идет к победе. Хорошо же, девочки. Оль, ну ты уверена, что это девочки пишут, а не Дугин? Понимаешь? Мы же не знаем, эти же телеган-каналы. Боюсь, что девочки, боюсь, что девочки, судя по стилистике. Я не знаю, вот я, честно говоря, я не знаю, а я этих девочек не видела, так сказать, не щупала. Так что он сидел, мне кажется, мы жили в какой-то другой стране. Я режиссер-документалист, поэт, мама, сына, сына, был просто на срочной службе, но когда началось все это, он сразу сказал, мам, кто, если не я, и записался в ряды тех, кто готов служить родине. Я, когда узнала о решении сына, там, конечно, и стихи, и все поручи полились рекой. Конечно, это герои, это наши святые. У меня есть такое стихотворение. Время времен разворотом вех вскроет былую мощь. Снова грехом назовется грех русским полтавский борщ. С каждой минутой растут полки воинов и святых. Время времен и его сыны зрение для слепых. И вот, знаете, вот этим зрением сейчас для слепых, для многих ослепленных, которым затуманили мозги эти фейки, эти бесконечные атака, вот эта страшная информационная атака, чтобы ее отбить, нужно призвать полки людей, готовых служить родине, так же, как наши сыновья служат. Как бы это сказать, они отделили уже вот это, себя от детей, которых они сдают, наверное. Я, честно говоря, не знаю, какое-то отторжение всего, но я не знаю. Это все-таки, все-таки это какой-то гипноз, мне кажется, потому что я иначе не могу это объяснить. Они под гипнозом, тех же самых, ну, грубо говоря, текстов Дугина. Они не читают его телеграм-канал, очевидно, я иногда подсчитываю, но упрощенный вариант идет с телеэкранов от Киселева, там, от Соловьева, от Симонян и прочее. Да, но хорошо, ты перестаешь ценить своего детеныша. Ладно, у тебя что-то случилось, хотя трудно себе представить. сам-то детеныш мне рассказывала близкая подруга, которая недавно была в Москве и зашла в Сбербанк, и парень, который обслуживал там ее Сбербанка, молодой парень, попытался шепотом с ней поговорить о том, что его волнует, и он сказал, что он очень хочет пойти сражаться на фронт, и она в ужасе спросила, а как же ваша мама? Он сказал, ну, ничего страшного, у меня еще младший брат есть. Запасной. Запасной еще. Он сказал так, он сказал, запасной есть. Это что? Маш, ну, откуда? Скажи, даже бог с ней с Россией. Как это вообще в людях появляется, что я хочу пойти на фронт, поубивать украинцев, а если убьют меня, то у матери запасной есть. Все понарошку, потому что кажется, я думаю, кажется, что все понарошку, жизнь понарошку. Они уже перестали, а че, ну, они, я говорю, они, это, конечно, тоже высокомерие какое-то. Вот. Если не они, тогда наши мальчики. А, как тут? Ну, ладно, тот, о котором ты говоришь, да. А я думаю, думать, что это видеоигры, может быть. Да мне тоже так кажется. Понимаешь, они перестали как-то это ассоциировать, что ли, с реальностью. Это уже не реальность, а какая-то вот такая, ну, игра, пойти пострелять, убить. Плюс, конечно, им же тоже еще внушают, что украинцы же не люди, их пытаются тоже обесчеловечить. Это тоже стрелялки какие-то. Вы, укрофашисты же, придумали какие-то слова такие. Ну, как, кстати говоря, в Германии это было, да, не до человеки. Просто легче тогда убивать, потому что не можешь человеку убить, типа, а ты убиваешь вот уже такую функцию какую-то. В начале войны мы с тобой работаем в этом сам конкурсе профессию журналист. Я читала текст, наверняка ты тоже так читала, замечательный материал об отце, по-моему, это Свобода делала, об отце, который отправил сына на войну воевать, чтобы он не пил. Ну, что им, спеть, лучше пусть пойдет повоюет. Это, собственно, Путин повторил на встрече с солдатскими матерями. Мой сын, Пшеничкин Константин, В одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя, и последние его слова были «Пойдем, братва, рубить укропов». Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже не жили. И незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Да, так же думал папа. Сына убили в первую неделю, кажется. В общем, очень быстро убили. И папа вдруг очнулся. И он поехал, он записался добровольцем, чтобы попасть туда, где погиб его сын. И папа проделал этот путь. Просто чтобы понять. Он себя не мог простить. Вот этот папа. Потому что он тоже думал, что... Ну, он не думал, что это серьезно. Что это по-настоящему. Да, но этот папа, мне кажется, не произнес самые важные вещи. Он погнал сына до смерти и отправился сам за ним на фронт. Но он же не ромашки нюхать поехал. Он же поехал убивать. Вот почему-то... Почему не приходит в голову? Мы с тобой даже это и говорим. Почему они не боятся умереть? Да. Но почему они не боятся убивать? Почему и даже тем, кто не хочет идти воевать, не хочет идти на фронт, они говорят, мы не хотим умирать. Почему они говорят, мы не хотим убивать? Кто-то говорит на днях. Я читала про парня, который покончил с собой. И он сказал, в записке он как раз и написал, я не хотел убивать. Заметка-то майская. И, прости, по-моему, она одна за полтора года. Одна. Мы говорим об одном случае, когда человек сделал выбор, я не хочу убивать, поэтому я не хочу жить. Ужас. Это же другая сторона этого же кошмара. Ну да, я согласна. Это очень редкие, так сказать, случаи. А в массе своей они и убивают. Тоже, мне кажется, они не совсем понимают. Слушай, а помоги мне разобраться вот насчет того, что ты говоришь понарушку. Был такой старый, старый, по-моему, американский или английский фильм, но по Стивену Кингу газонокосильщик. Где, да. Слушай, мы живем в матрице, они живут в матрице. Вот. Это вот это. А мы? А мы тоже, я иногда сильно ловлю на том, что не, не, не живем ли мы в матрице. Насколько вот, мы же живем в своем пузыре. Понимаешь? И я, и нам кажется, что все вокруг такие какие-то просветленные и прекрасные. И сейчас мы начали понимать, да, когда видим, что происходит в Украине, как убивают и как абсолютно безжалостно люди себя ведут. Но вообще-то казалось, что люди лучше, наверное, просто из-за того, что мы вот в своей этой матрице живем в пузыре. Сейчас это там скрывается, да, из-за, конечно, того, что мы видим войну в прямом эфире. И это страшно. И поэтому мы начинаем, поэтому ты и задаешь эти все вопросы. Как они могут, почему они не боятся убивать. Странно, не знаю, не знаю, не знаю. Что будет с Россией? Не вижу. Вот я, 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 я нету этого, как говорят, кристалл болт. Я ее не вижу. Я ее не вижу. Я вижу израненную, несчастную Украину, которая будет отстраиваться и восстанавливаться просто потому, что люди этого хотят. И они, они это сделают. А вот с Россией, при том, что, ну, как миллион уехал, образованнейших людей, да. Это уже было несколько раз с ней. Ну, в таких количествах, чтобы сразу вот так вот. И это же не конец. И будут еще уезжать, я уверена. Дальше, дальше, что будет? Она будет не такой, да, изранной, как Украина. Но кто же ей будет помогать? Никто. Ей же не будет помогать. Никто, никогда. Да. То есть Путин совершил какое-то чудовищное, чудовищное преступление. даже, даже, пожалуй, ужасно это говорить, но страшнее по последствиям, чем Гитлер. Да. Да. Тут идет как-то разрушение полное. Вот так, мне кажется. Я не знаю. Я не знаю, распадется ли Россия. Конечно, она не останется в таком виде. Происходит колониальное падение колонии, империи. Империи, да. Просто падение империи. Это точно. А вот кого она похоронит под собой? Еще. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Хуже будет? Всегда. Бывает хуже. Я думаю. Но мама, мама моя вспоминает, когда умер Сталин, они же жили со Сталином, да, больше 30 лет. Она говорит, я стою, смотрю на Красную площадь, Дома правительства. Мы не Красную площадь, а Кремль. Там Красную площадь мы не видели, а Кремлевские стены, башни, это из туалета. У нас хорошо было видно. Она говорит, я стою, смотрю, и вдруг понимаю. И думаю, вообще, что будет? Что будет? Потому что действительно были все потрясены по-разному. И вот только я понимаю, хуже не будет. вот. А тут нет, тут знак вопроса остается. я очень хочу, чтобы мы дожили до момента, когда мы посмотрели друг на друга и сказали бы, вот хуже уже не будет. Дожить бы. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok